Братья и сестры, поздравляем всех вас с воскресным днём, в который Святая Церковь сугубо прославляет на Кубани всех святых в земле кубанской просиявших. В этот воскресный день, когда мы вспоминаем попразднство Всемирного Воздвижения Креста Господня, Святая Церковь предложила нам Евангелие, в котором мы услышали слова, сказанные самим Иисусом Христом. «Кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет её, а кто потеряет душу свою ради Меня и Евангелия, тот сбережёт её. Ибо какая польза человеку, если он приобретёт весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо кто постыдится Меня и Моих слов, вроде сием прелюбодейном и грешном, того постыдится и Сын Человеческий, когда придёт во славе Отца Своего со святыми ангелами». Запомним эти слова Христа. «Кто постыдится Меня, вроде сием прелюбодейном и грешном, того постыдится и Сын Человеческий, который придёт во славе Отца Своего со святыми ангелами». Никогда не будем стесняться, никогда не будем стыдиться, никогда не будем уклоняться от исповедания Господа нашего Иисуса Христа. Любой государь, любой правитель окружает себя людьми, которые готовы были ради своего правителя, царя или государя положить свою жизнь. Но наш Господь, Он Сам приходит в мир, чтобы положить душу свою за каждого из нас. И мы потому, полагая душу за Евангелие, за Любовь, мы спасаем свою душу. Вот потому Христос и сказал, кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет её. А кто потеряет душу свою ради меня и Евангелие, тот спасёт её. И вот сегодня мы прославляем святых кубанских исповедников, мучеников, которые исполнили это евангельское благовестие. Всю свою жизнь они превратили в проповедь Евангелия, исповедание Господа нашего Иисуса Христа. Причём, когда была возможность при императоре, государе Николае II исповедовать веру, служить, молиться с прихожанами, творить много добрых дел, они не упускали этой возможности. Но когда всё перевернулось в нашей стране, когда пришли безбожники, они стали убивать, рушить, разрушать, сжигать церкви, храмы, людей, которые веровали во Христа. И вот в это-то время остаться верными Христу и называется исповедничеством. Не тогда, когда всё хорошо, служба, радость, воскресенье, все идут в храм, нарядные, красивые, торжественные, а тогда, когда гонят, когда убивают за веру во Христа, когда прийти в храм означало прийти в последний путь. И вот сегодня, дорогие, мы вспоминаем наших кубанских святых, о которых мне хотелось бы очень коротко хотя бы сказать. Их у нас 13. Мы прославляем по решению священноначалия всех кубанских святых в один день, в первое воскресенье после 28 сентября. Кто они, наши кубанские святые? Преподобный Никон Великий, Игумен Киево-Печерский, был поставлен на служение Господу Антонием Великим Печерским, святитель Николай Епископ Тмутараканский. Что такое Тмутаракань? Это Тамань, это наша территория, говорит, сослать аж Тмутаракань. Вот оттуда, на край кубанской земли, где много было всевозможных болот, грязи, необжитых мест, насекомых, комаров. А вот там надо было еще церковь строить, народ собирать и Христа воскресшего исповедовать. Святитель Игнатий, бренчанинов, епископ Кавказский. Это известные святые, которые теперь в сонме новомучеников и исповедников и святых кубанской земли прославляются. Но хочу буквально остановиться на наших священников, простых батюшках, священномученике Иоанне Пригоровском, пресвитера Незамаевском, что находится в Павловском районе. 4 мая 1918 года в Великую Субботу вечером перед чтением книг Деяний Апостольских «В храм Станицы ворвалась толпа красноармейцев, которые насильно вывели из него отца Иоанна. На площади перед храмом с руганью и издевательством озверевшие большевики стали избивать священника, нанося ему сильнейшие удары по голове и изуродовав его лицо». Вот мы читаем эти строки, да, и как бы это когда-то было. А вот представьте, Басха, Великая Суббота, люди готовятся, вот-вот запоют «Христос воскресе», и вдруг в храм врывается вот эта осатанелая толпа, выводит батюшку на середину двора и начинает избивать его прикладами, колоть его штыками, издеваться, сквернословить, материть. Изуродовали лицо прикладами, не насытившись страданиями мученика, красноармейцы вытащили его за станицу, где и убили. И больше того, прихожанам даже запретили хоронить пастыря своего, чтобы не прикасались, пусть лежит, пусть все смотрят, какая пришла власть, и как она теперь будет бороться с религией, с церковью, с попами, с верующим народом. Перед смертью священнику выхлалили глаза, отрезали уши и нос. Священно-мученик Иоанн Пригоровский, моли Бога о нас. Священник Григорий Никольский, пресвитер Мрия Магдалинский, 10 июля 1918 года за Божественной Литургией, во время причащения, вы слышите, батюшка с чашей стоит, вот так, деток причащает, народ подходит, а батюшка со словами, честное и святое тело Господа, Бога и Спаса нашего Иисуса Христа преподается в исцелении души и тела. Литургия идет для этих людей. Что это Литургия? Это когда все собрались, и пора заходить пролетарским отрядом. И вот тут-то как раз в обитель нагрянул местный революционный отряд с целью надругаться над православной верой. После богослужения они схватили священника Григория и подгоняя штыками, винтовок и ударами повели за стены обители. Отойдя подальше от монастыря, солдаты с нечеловеческой жестокостью стали избивать отца Григория прикладами, винтовок и сапогами. Он, как истинный христианин, не переставал молиться за своих мучителей. Лишь только он пытался поднять руку, чтобы осенить себя крестным знаменем, как тут же ему намеренно наносили по ней удар. Мы тебя сейчас причастим, говорили они. Солдаты взяли руки, завели назад священнику и, Господи, прости, выстрелили ему в рот из револьвера. Причастили. Место погребения священномученика Григория остается неизвестным. Священномученик Александр Флегинский, его мощи, находится в Свято-Екатеринском соборе города Краснодара, служил в Григории Афибской станице. То есть там был Георгия Афибская станица. Что это за станица? Это была станица под покромом святого великомученика Георгия. После революции это просто стала станица Афибская. Вот теперь мы ее знаем. Афибский там нефтезавод, Афибская, уже без свято-георгиевской Афибской. Вот в ней служил этот батюшка Александр Флегинский. В марте 1918 года большевистский отряд захватил и силой установил советскую власть в станице Георгиевско-Афибской, где с 1908 года служил в храме батюшка Александр. Был благочинным церковного округа, учителем закона Божия, преподавал деткам основы веры христианской. В это же время был схвачен и убит большевиками отец Александр. О случившейся трагедии сообщалось следующее. В станице Георгиево-Афибской священник отец Александр Флегинский был зарублен в куски. После освобождения станицы Георгиево-Афибской от большевиков, добровоческой армии в августе 1918 года, растерзанное тело отца Александра было обнаружено за пределами станицы. Спустя семь месяцев после убийства, его сын Владимир, занимавший должность судебного следователя 2-го участка сельского округа Новочеркасского окружного суда, вывез в город Екатеринодар останки своего отца, где приготовил к христианскому отпеванию и погребению. Я знаю из источников самое такое торжественное отпевание в Екатеринодаре после случившегося. Это было отпевание священномученика Александра Флегинского. Весь Екатеринодар собрался, узнав о том, что произошло, вот тут рядом, в соседней станице. И там уже другая власть. А тут еще в Екатеринодаре, еще вот как здесь, знаете, свободно ходят, молятся. Но уже понимают, что свершилось. Кто пришел, безбожники, сатанисты, к власти, которые говорили, все до основания, а затем. И вот потом собралось такое количество народа, что люди не могли поместиться в свято Александра Невского храм. Вы знаете, что собор Александра Невского стоял на месте, где сейчас фонтан напротив администрации края, и там поставили часовеньку небольшую. А на этом месте стоял огромный казачий собор святого благоверного князя Александра Невского, где прошло отпевание священно-мученика Александра Флегинского 18 сентября 1918 года. При стечении большого количества духовенства 17-го благочиния Кубанской области, которое много лет возглавлял отец Александр. Похоронили отца Александра на городском кладбище в Екатеринодаре, на всех святском, который сейчас так и называется. И вот мы знаем с вами, что торжественное перенесение, то есть изъятие его святых останков, мощей, было осуществлено еще при жизни нашего архипасторя, митрополита Екатеринодарского и Кубанского Исидора. И была совершена торжественная служба, крестный ход вокруг Екатеринодарского собора. И мне посчастливилось участвовать в этом прославлении священно-мученика Александра. Священно-мученик Андрей Ковалев, пресвитер Кущевский. В 1919 году отец Андрей был назначен казначеем епархиального свечного завода. Во время эвакуации всех гражданских и епархиальных учреждений в феврале 1920 года из Екатеринодара. Он вместо священника Никольченко Александра стал председателем правления по поручению временного высшего церковного правления и был послан доставить из порта города Новороссийска в Екатеринодар заказанный для епархии воск. Для чего? Для свечек. То есть все равно церковь продолжала жить. Свечки все равно люди приходили, ставили, молились и просили Бога о помиловании, о прощении. И вспоминали, за что Бог попустил вот этот ужас в нашей стране. За то, что соблазнились Европой, Францией, Парижем. Сколько было французских гувернантов, гувернантов. Сколько было европейского, сколько элиты ездило за границу, наслаждаясь всем западным, презревая русское. Как и сейчас, мы опять же на те грабли наступаем. Опять Америка, Европа, она показала, как она относится к России. Батюшку арестовали 21 сентября 21 года по обвинению в поджоге свечного завода. Батюшка вез воск, а его, ну как нерон, поджег Рим и обвинил христиан. Его обвинили в агитации против советской власти. Понимаете? Он за Христа, за веру говорил. А советская власть говорила совсем про другое. За счастливое будущее только на земле. В ходе расследования богоборческим властям не удалось доказать вины священника. Однако вынесли следующий приговор. Принимая во внимание тревожный момент в связи с нападением банд на станицу Динскую и с предположением напасть на Краснодар, он уже был тогда Краснодаром переимен. Наш Екатеринодар уже переименовали в Красный Дар. Они там же так и думали, что подар Красный. И для поддержания общей политической ситуации в городе как элемент враждебной советской власти расстрелять. Приговор был приведен в исполнение ночью 28 сентября 1921 года. Священномученик Григорий Конокотин, пресвитер Молдаванский, был арестован в 1921 году. Простившись со своими родными, священномученик последние несколько минут провел в горячей молитве перед большим образом, а затем, благословив домочадцев, вышел. Его арест был уже давно спланирован и собраны необходимые для дела документы с обвинением в бегстве от советской власти. Вот приговор. Бегство от советской власти. И в связи с высланным духовенством. Множество верующих города Краснодара и станицы Молдаванской, знавших священномученика Христова, свидетельствует перед властью о его невиновности, настоятельно ходатайству об освобождении и заключении. Несмотря на все старания чекистов, священномученик держался стойко и повторял «Виновным себя в предъявленном мне обвинении не признаю». Да порос был недолгим. Ведь он уже никак не мог повлиять на судьбу священника. Уже на следующий день, 23 сентября, коллегия ЧК, рассмотрев дело отца Григория, признала его виновным и приговорила к расстрелу. Решившись пострадать за имя Христова, оставшиеся дни заключения он провел в молитве и укреплял окружающих его арестантов. В 2 часа ночи, 28 сентября, священномученик Григория вывели во двор тюрьмы, там его и расстреляли. Обратите внимание, прихожане ходатайствовали, заступали за батюшек своих, писали куда могли. В чем вы обвиняете наших батюшек? Что они против советской власти, а не за Христа. А это было уже бесполезно. Но люди все равно пытались как-то доказать этой безбожной власти то, что вера во Христа объединяет, а не разрушает. Но пришли разрушители, и объединение вокруг своих идей. Для них было дороже веры Христа, Церкви и тех, кто исповедовал воскресшего Спасителя. Священномученик Иоанн Яковлев, пресвитер Екатеринодарский. Это тот святой, о котором мы знаем больше. Потому что мне посчастливилось встретить правнучку отца Иоанна Яковлев. Икона его у нас написана. И могила его матушки была нашими воспитанниками школы найдена на Всехсвятском кладбище. Наши казаки ухаживают за этой могилой. Там был установлен большой поклонный крест. Мы даже не знали, где могила. Но наши учителя и школьники обошли кладбище. Мы знали, что супругу похоронили. А батюшку уже стреляли неизвестно где. Знаете за что? За переписку с реакционным духовенством. Священников уже посадили в тюрьмы, разослали по соловкам, по разным ссылкам. И вот батюшки переписывались, письма писали друг другу. И вот он написал своему сокурснику батюшке. «Крепись, брат, ведь как сказал Христос, протрепевший до конца, спасется». За эти слова, написанные священнику, его посадили в тюрьму. А служил он, знаете где? На месте 35-й школы города Краснодара. На улице Максима Горького, которую переименовали из святителя Дмитрия Ростовского, автора «Жития святых». У нас с вами даже улица в Екатеринодаре была улица святителя Дмитрия Ростовского. А после революции ее переименовали имени Максима Горького, революционного писателя. А остаточек, помните, Дмитриевская дамба осталась. Вот от этой Дмитриевской дамбы мы начали тогда поднимать архивы. Оказывается, вся улица была Дмитрия, священника. Разве могла быть в новом, безбожном Краснодаре улица имени святителя Дмитрия Ростовского? Нет, ее переименовали быстро. А храм на этой улице стоял Дмитрия. На этот храм жертвовал святой праведный Иоанн Кронштадтский. В этом храме была одна из лучших воскресных школ. Батюшка заседал в Думе городской до революции еще. Был награжден императорским золотым крестом. Но пришла новая власть, которая начала страшный террор против верующих людей. Они ведь боролись не с внешними врагами. Они убивали верующих. Разрушали церковь. Взорвали церковь святителя Дмитрия Ростовского. А священника, который служил там, заточили в тюрьму. И опять народ поднялся. Отпустите батюшку. Он ни в чем не виновен. Как? Он же помогает белым. А люди написали, коллективное письмо составили. Батюшка помогает всем. И белым, и красным, вдовам. Он не смотрит на тех, кто где там в этой братоубийственной войне сражается. Он помогает всем. Оставьте нашего батюшку, просили люди. Но по решению тройки было опять определено ему расстрелять. Священномученика Иоанна Яковлева расстреляли в неизвестном месте, в Краснодаре. Место могилы его неизвестно. А вот место матушки его, супруги, где она похоронена, было найдено нами, нашим приходом. И обустроена могила. И мы верим, что даже внимание к матушке, батюшке, священномученику, будет в том мире радостным. Потому что мы верим, что муж и жена в венчании становятся одним целым. Священномученик Григорий Троицкий, пресвитер Пашковский, 15 сентября 1921 года, в дом священника Григория явились чекисты в сопровождении членов местного исполкома. Для чего? Для чего к батюшке приходили? Для ареста. Я помню, отец Никита, пожилой батюшка, уже покойный, мы сидели как-то после службы, владыка Исидор был, ему говорят, батюшка, ну поздравь всех с праздником, владыка, вы знаете, я еще живу тем страхом, какой-то еще остается, мне кто-то знаете, я ведь там уже очень старый, говорит, мне была такая всегда большая, я уже такой старый, но вы знаете, никак не могу побороть себе вот это чувство страха. Какое батюшка, еще владыка так спрашивает, а вы знаете, вот спать ложусь, ночь наступает, вот собираю уже чемоданчик, потому что все равно могу постучать, как мы за тобой, собирайся, у меня как-то чемоданчик даже есть, вот я так продолжаю жить, потому что вот так вот, представьте, лег батюшка, открывай, за тобой пришли, а куда, все было известно, священников собирали, потому что поражу пастыря, и разбегутся овцы, они знали, чтобы разрушить веру, нужно священников уничтожить, сотни, тысячи священников были убиты, растерзаны, сосланы на Соловки, а тогда народ примет эти красные знамена, и поднимет выше хору Гри Христа, и пойдет, славит новых башков, новую власть, первоначально уполномоченный по делам духовенства, Кубчика, вы слышите, даже было, уполномоченный по делам духовенства, считая отца Григория ярым врагом советской власти, предложил выслать его в Архангельскую губернию, без права возвращения назад, однако целью безбожной власти была не просто ссылка, а физическое уничтожение воина Христова, 23 сентября 2021 года коллегия Губчика спешно постановила считать факт преступления доказанным, вы слышите, не доказанный, а просто считать факт доказанным, и приговорила отца Григория к высшей мере наказания расстрелу, через пять дней, 28 сентября, в два часа ночи расстрельная команда чекистов вывела его во внутренний двор тюрьмы и дав несколько минут для молитвы, привела приговор в исполнение. Специально была такая из чекистов расстрельная группа, ходили с ружьями, с определенным запасом снарядов, патронов, выводили священников, и огонь, и не дрогнула рука, ведь это же были крещеные люди, они же в церковь ходили, в воскресные школы посещали. Что происходит с человеком, который от Бога отходит? Дьявол вселяется в этого человека, и он становится демоноподобным, он готов стрелять в священника по приказу, лишь бы спасти свою шкурку, о чем сегодня говорил, кто потеряет душу свою ради меня и Евангелие, тот спасет ее. Священномученик Михаил Лекторский, пресвитер Новотитаровский, еще один, близкий к нам, святой, в ночь с 25 на 26 сентября 21 года в станице Новотитаровской 1-й кавбригадой Чангарской кавдивизии Буденного священник Михаил Лекторский был арестован по обвинению в контрреволюционной агитации и привезен со многими арестованными казаками в станицу Бреховецкую в особый отдел 9-й большевистской армии. Здесь полтора месяца заключенные жили в нечеловеческих условиях, спали на соломе, были изъедены блохами и вшами. Человек, случайно увидевший отца Михаила, которому было 49 лет, нашел его крайне исхудавшим, еле ходившим стариком. Представьте, 49 лет, уже еле ходит человек, до того истощился голодом и страшными условиями проживания. Приговор тройки особого отдела кавдивизии Буденного был коротким расстрел. Когда группу заложников из 40 человек раздели до Исподнего, казаки стали просить батюшку поисповедуй нас. Батюшка исповедал и отпустил казакам грехи, а кровью, это батюшка сказал, представляете сцену, да, поисповедал всех, а как, все тут в равных условиях, а кровью батюшка сказал, вы приобщитесь, то есть причаститесь своею и теперь простите меня, в чем я повинен. Когда же он стал служить молебен, их стали бить прикладами, особенно сильно били отца Михаила, затем сказали, связали им руки, бросили в телеги и повезли за станицу в глиняный карьер. Лежащий с отцом Михаилом казак сумел развязать себе руки и развязал их батюшке. А теперь давай бежать, шепнул казак священнику, но батюшка ответил, благословляю тебя бежать, а я уже не в силах. Казак убежал, когда большевики среди приговоренных к расстрелу нашли развязанные руки только у одного священника, они подвергли его страшным истязаниям. И 27 октября 21 года в 11 часов вечера всех заложников расстреляли. Священно-мученик Дмитрий Легойда, пресвитер Геленджикский, вот какие у нас святые кубанские наши, в августе 31 года, отец Дмитрий был назначен в Вознесенский храм города Геленджика. Своей активной пастырской деятельностью проповедями он вскоре привлек внимание ОГПУ. И 21 апреля 32 года святой был арестован в обвинении в антисоветской религиозной деятельности, которую он направлял против мероприятий советской власти и был приговорен к трем годам ссылки в Казахстан. Он был сослан в Чемкент, где работал инкассатором с щитоводом. 11 сентября 37 года власти арестовали священника, он был заключен в чемкентскую тюрьму и 14 сентября святой был допрошен и на вопрос следователя участвовал ли он в контрреволюционной деятельности, признает ли себя виновным, ответил, что ни в какой антисоветской деятельности не участвовал. 19 ноября 37 года тройка НКВД приговорила священнику к 10 годам заключения в концлагерь. 21 января 38 года он был с алма-атинским этапом в 10 отделение Бамлага переправлен. 13 марта начальник первой колонны в которой был приписан отец Дмитрий и помощники по труду и культурно-воспитательной работы составили на него характеристику в которой было написано что со дня своего прибытия в лагерь тот не выходил на работу является злостным отказчиком и воспитанию не поддается. 15 марта был допрошен лжесвидетель который показал что отец Дмитрий был злостным отказчиком от работы и вел антисоветскую агитацию самого священника при этом ни разу не допросили то есть без меня без вины осудили по ложному доносу и 31 марта 38 года тройка НКВД приговорила отца Дмитрия к расстрелу но расстрелять его уже не могли 23 марта 38 года священный мученик скончался и был погребен в безвестной могиле вот дорогие мои я кратенько так прошел по страницам летописи которые были собраны нашей комиссии по канонизации кубанских святых их допускали в архивы ФСБ откуда это все вот эти доносы эти допросы вы понимаете допросы чекистов они хранятся сегодня в том же учреждении и когда туда запустили батюшек вот тут можно почитайте про ваших батюшек время было такое им открыли вот они прочитали это все прочитали доложили комиссию по канонизации это же святые исповедники кубанские и поэтому первого числа церковь на Кубани торжественно прославляет всех святых в земле кубанской просиявшей поэтому дорогие еще раз поздравляю вас с воскресным днем никогда не будем отчаиваться потому что Бог поругаем не бывает и казалось что зло торжествовало но победит всегда Христос вместо зла придет добро об этом говорил последний государь Николай Второй российский зла в мире будет еще больше но не зло победит а победит любовь вот этой победы хочу пожелать всем вам с праздником дорогие и храни всех вас Христос спасибо за субтитры спасибо за субтитры спасибо за субтитры